Так, Алла, меня слышно? Я просто на голос поставила, я просто не буду разговаривать, когда на кнопку стоит. В общем, вот вчерашний рейд в ЗС был крайне некомфортный. Мне не нравится очень поведение многих людей. Вот, например, взять конкретный пример. Это Алиса, вот этот друид, который вчера вот тупо затягивали рейд. Просто чел сорвал вагро, придумал какую-то себе дичь, пошел менять спик, его стояли все ждали. Мак, я не помню его ник на С, пишет, что у меня 5 минут, год рай, этот берет, портуется и тянет время. Это первое. Это Алис просто обиды на то, что тебе дают ГП, когда ты пишешь какую-то хуйню и просто тоже портуешься и задерживаешь тем самым рейд. Но это вообще, то есть, не норма, такого не должно быть. То, что агрятся друг на друга в чате, некоторые люди на себя слишком много берут. Вот сегодняшний рейд в РС взять в пример. Я просто так из-за него расстроилась и хотела просто уйти побыстрее. Это вот этот челик, который был у нас на холле-паладине. Чел не вкачивает кресты на холле-паладине. Не вкачать крест — это равно тому, что ты даун. Это во-первых. Во-вторых, я просто не хотела с ним спорить, потому что, как мне уже сказали, с этим человеком спорить смысла нет. Он не вкачал кресты, но вкачал кулаки и при этом бафает каску. Зачем вот это вот? Почему нельзя в начале рейда написать «ты бафаешь то, ты то, ты то, ты то» и чтобы сразу спрашивать человека. Они так «Ой, тот-то не удосужился, что ты бафаешь, я пока бафну за него». Хотя ты, Хилл, твоя задача — бафнуть крест. В рейде пять паладинов. Оленька, зайенька, мне скажи, ты это, успокойся, давай я... Ну, просто такие рейды вообще вот просто некомфортные. Я понимаю тебя. Мне тоже некомфортно во многих ситуациях. Давайте я немножко расскажу предысторию. И чтобы ты немножко понимала себе, с чем мы имеем дело. Есть, да, такое выражение есть, как типа «много на себя берет». Есть действительно такие люди, которые нихера не делают. Я с такими сталкивался в свое время за свою практику, когда я рейдил. То есть, которые балаболят, балаболят, но ни хера не делают. Не собирают рейды, не помогают никому. Просто говорят, что вот там, сделай так, сделай так. Но при этом ничего не делают сами. Есть такие люди. Но есть люди, которые делают непосредственно и делают, и сделали, и будут делать для этой гильдии. Очень много хорошего. В плане того, что она развивается. Ну, и развивалась. Ну, это на этой гильдии можно будет в старых видео посмотреть. Конкретно по людям, которых ты назвала. Значит, Алиса, чтоб ты знала. Я понимаю, это ребенок. Ему ничего не скажешь. Да, ей 16 лет. Это элементарно. Там, ну, я себя вспомню, это школа. Это какой там девятый класс. Ну, не знаю, я просто скажу, что, извини, что я перебиваю, но я играю эту игру с 12 лет. Вот прям играть и конкретно рейдить, вот прям рейдить, чтобы рейдить. Я начала с 15. Я всю жизнь играла вот со 30-летними мужиками. Как сейчас вот играет она. И не нужно себя так вести. Это вообще прям, ну, некрасиво. То есть, я понимаю, ты ребенок, но веди себя соответствующе. Когда ты с людьми другими. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. Извините, не умная. Но вот как можно тебя вести? Да всем на тебя похуй тут. Ты как бы школьница, вот на которую реально всем поебать. Зачем вот так вот себя вести? К себе внимание лишнее перетягивать? А, я не могу просто. Ты понимаешь, ну, это же с точки зрения психологии. Вот был бы я психолог, я тебе терминами бы рассказал. А я так тебе своими словами могу объяснить. Что это синдром дефицита внимания. Это недостаток внимания. Вот и все. Это элементарно все. Ну, это не значит, что человека надо как-то, ну, гробить конкретно. Я тоже на нее много ругаюсь, говорю. И сам себе всегда понимаю в конце, что бы я ни сказал там, на нее как бы не ругался, что, ну, надо каждому человеку давать шанс, какой бы он там ни был. Она играет. Она такая. Просто надо, ну, я не знаю. Я в тот раз вот УЦС перекинул всех в этот канал, чтобы был мут у всех. Да, это правильно, потому что вот этот чел, который просто мега-мега много пиздит, вот он тогда реально просто зашел и все с баламутил. А когда все в рейде разговаривают, это начинается хаос. Ну, вот это было, с моей стороны, очень правильное действие. Прям. Ну вот, сейчас только в Вока я увижу такое, сразу себе тот канал перекинул. И все. Дальше по людям. Значит, мастер. Мастер это человек, сделавший для гильдии очень много. Он конкретно мне лично помогал с рейдами, ну, и будет помогать. С набором он помогал. С дискордом. Ну, что он создал голосовые каналы, я вот эти тексты писал. Все это в течение конкурса. А, конечно, все сказал. Ну, это как получается, что... Ну... А, предыстория. Есть такой шредер один паладин. На данный момент он не верил с нами. Он... Я видела. ...в это в целка осколки себе на шею выбивает. Ну, так как там очередь, как бы, в гильдии он не первая. Фишка в чем? Он ретриком не вкачал кулаки. Ну, ты говоришь, что равносильно там... Блин, пиздец. Просто ретриком не вкачать кулак. Это прямо пиздец. И вот ты угадай, из трех попыток, почему мастер на холи-пале вкачал кулаки. Потому что этот бурачок шедер не бафал. Нет, этого еще просто я вах... Ну, вот для этого вот все люди, как бы, вот, чтобы не было такой хуйни, что кто-то не бафал. Вот я уже не раз замечаю, что вот есть срач. Ну, почему бы не предотвратить это с самого начала, сказав тому, кто что бафает. Если паладины играют без этого паладинского аддона на бафы, ну, это тоже вообще пипец. Вроде ему уже сто лет в обед, все о нем знают, но почему-то все играют без него. И чтобы изначально, ну, вот просто изначально предотвратить вот этот срач с бафами. Ну, насчет срача с бафами я тебе скажу так. Ну, наверное, единицы таких гильдий в мире, в которых такого срача нет. Это топовые гильдии. Я был в топовой гильдии, и даже в той топовой гильдии на циркуле, блядь, у меня был этот срач по КД. Не, вот это я понимаю, когда это вот вырос... Вот просто Рэл говорит, ты бафаешь что? И когда человек уже не бафнул то, что ему сказали, это, конечно, это надо пизды вставить. Но когда они между собой и делиться не могут, это нужно решать. А еще, о чем я не сказала, окей, это решили. Это распределение лута. Вот у нас так много текстовых каналов. Блин. Так много текстовых каналов, и в них вот столько информации, что просто это очень тяжко новому человеку прочитать за раз. И я ненавижу гильдии с концу лута. Вот просто терпеть не могу. Если я вижу, что в гильдии концу лут, я инстантно из нее ливаю. Вот для этого в гильдиях есть прям вот конкретные правила. Вот просто правила. Если то, то то. Если это, то это. Без такого, что мы сами распределяем и тому подобное. Я вот просто прям вообще такого не понимаю. Блядь, тут еще написано. Ну, так там так и есть. Если то, то то. Там написано, почему и как отдается шмот. Вот смотри, как я распределял эту чешку. Ну, остальные шмотки там не будем внимания придавать. Вот чешка. Да, у меня вот вопрос, это чешка. Вот. Прям большой вопрос. Как у меня все это происходило в голове? Значит, те шмотки там не конкурентные. Вот эта чешка, конфликтный шмот. Конкурентная шмотка. И она всем нужна. Все ее хотят, мечтают, сохнут, донатят по ней. Блядь, получается так. Я осматриваю людей. Зоя АФКшик на трэше. Смотрю. Ну, ладно, он редко играет. Раз в месяц, два раза в месяц. Точно не претендент на чешку. Но надо будет там выбит. Будет ходить выбитый. Не знаю. Смотрю Простю. У него на момент, когда я смотрел, труба героическая и талия героическая. Вот он Синдри забрал с артурого целка. Потом смотрю классную. Она, третья карта, ходит с нами. ОКЗС, убила реча, 25 герс с нами. Смотрю третики. Это называется консулут, если что. Ну, я не знаю. Зачем тогда нужна система ЕПГП, если лут распределяется таким образом? Ну, вот смотри теперь. Это задавало мне классное. Это многие говорили. Я всем объяснял это. Объясню тебе еще раз. Значит, система ЕПГП, она работает в любом случае. Как ты ни крути. Можно давать ЕПГП за все шмотки. Можно давать сотни тысяч ЕПГП. Это все регулируется человеком. Конкретно. Это не автоматическая система. Это все, все параметры регулируются человеком. Я сделал так, что ЕП за инсты обычки дается, а ГП за шмотки не дается. Люди копят этот ЕП и приоритет на топовые шмотки, которые сейчас у нас самые топовые. Это что? Это Т5. Это шмотки с ОКЗС ЦЛК 25 герс. Система ЕПГП работает на топовые рейды. В обычных рейдах ты копишь приоритет. Расслабляешься. Лё, можно расслабляться во всех рейдах, а не когда челики намеренно задерживают его? А вот насчет того, что ты ливать будешь это... Ну, как мне это воспринимать? Я не сказала, что я буду ливать. Надеюсь, ты не будешь ливать. Ну, не, ну я не знаю. Ну, типа, если вот такие вот рейды, как вчерашний ЗС, будут продолжаться, то мне некомфортно просто в таких рейдах. А зачем, если это игра, мне чувствовать себя плохо из-за игры? Я просто такой крайне эмоциональный человек, и если что-то идет не так даже в игре, то меня прям передергивает. И вот когда люди просто, блядь, вот сидят... Вот им вообще с ним не стыдно. Сидят 24 человека, ждут тебя, вот ждут одних твоих выебонов. Вот как этот друид вчера вот с этим ЕП за принятие, когда я вчера просто так прорвалась, чел, ты начал выебываться, из-за того, что тебе его не дали, но ты должен был сам позаботиться о том, чтобы тебе его дали. Это твое ЕП, никто за ним следить не обязан. Тебе это надо в первую очередь. Какого хуя ты, блядь, кидаешь перед дьявой кому-то другому? Если ты об этом не сказал, а если сказал, но это проигнорили, скажи еще раз, разберись. Что это за хуйня? Ему потом его дали, а он взял себя и отменил. Зачем тогда начинать эту хуйню, если ты отменяешь? Это просто я вообще не понимаю. Ты будь проще. Во-первых, ты его так долго не знаешь. Я его тоже не слишком долго знаю. Вот эти полгода его последовала. Да и слава богу, что не знаю, честно. Не, ну я тебе как объясняю, что этот человек, он, во-первых, топовый игрок. Все спеки, в которых он играет, он отыгрывает на 100 с лишним процентов свою роль. Во-вторых, он для гидии многое сделал. Он фармил продолжительное время все это говно. Как оно называется? Вот эти, как они называются, сопроты, вот это все говно. Ну, типа, если он это делает, это не значит, что можно себя так вести. Вот в прошлой гильде, из-за которой я ливнула, я ливнула из-за человека, который вот, ну я бы сказала, не так же себя вел, он вел себя по-другому, но при этом для гильди он делал то же самое. Вот я хорошо общаюсь сейчас с говном той гильде, из-за которой я ливнула, но он сказал то, что этому человеку себя так можно вести, то есть просто писать хуйню про всех, гадости на них наговаривать, просто вот чей-то у него приходит в гильди, ему можно материться. А все почему? Потому что он просто, он занимается гильдейским банком, ему можно все что угодно. Ну, писать хуйню, и мне это так вот просто выписало. Это, конечно, абсурд, но ситуация, вот та ситуация, которая у тебя там была, во-первых, если это так и есть, как ты говоришь, ну это совсем другая ситуация. Здесь она совершенно другая с этим, с чулоном она другая, потому что, как получилось, у него горит пукан, что на Шреддер, опять же, что он не скиллованный игрок, танки не могут агро удержать, босс сорвался из-за старфола, Шреддер просто дал босса таунт и побежал. То, что агро на нем набирать надо, он не знает, хотя позиционирует себя как топовый игрок. Ну, это слишком долгая история, я тебе просто объясню, как есть. Я потом с Шреддерю говорил, а почему ты агро не набираешь? Надо набирать, кидать чуть-чуть мстителя, правосудие, все это говно, набегу. На что я не услышал, да, Войт, извини, это мой косяк. Если бы я это услышал, я бы обрадовался, наверное. Нет, просто все такие принципиальные, у всех свои принципы, этот, если так, то так, я прям вообще такого не понимаю, но вы же играете с людьми, подстраивайтесь под людей. Люди опять же разные, кто-то подстраивается, кто-то нет, ну, разные ситуации бывают. Ну, я не знаю, просто я просто говорю, что, ой, воронка это, чью все роли, я просто так играть, ну, вот честно, я не могу так играть. Я даже сейчас не хотела переходить, потому что опять все эти люди, опять может какая-то фене начаться, я думаю, блин, пойду лучше в душ, но вышло так, что еще этот Макс мне говорит, что он не пойдет, и такая, я думаю, что он пойдет, но меня так бесит, что он за мной хвостом просто бегает, я прямо не могу, меня, по-моему, это вымораживает, поэтому раз он не пошел, я решила все-таки зайти. не, ну, было бы плохо, если бы ты не зашла, но у нас только из-за того, что ты зашла, и просто вместо приста пошел шаманом, только из-за этого состоялся рейд нормальный. Да, ой, блин, я все равно не люблю вот эти новые рейды, у них мне нужно собирать по-другому шмот, я вообще, не знаю, мне не нравится в них ходить, у меня просто шмот вообще под целка, под просто под целка, я так к нему привыкла, и мне просто очень сложно подстраиваться, каждый раз по-новому хилить, не знаю, это сложно объяснить, но как-то так, я думаю, ты 4 тогда убирать, убирать ста 10, потому что нам дают больше спаде в таргет хил, в общем-то еще с дартом поговорить насчет этого, мне прямо сейчас так не хочется ходить в эти новые рейды, ой, очень сложно, ну ладно, я в принципе все сказала, что хотела, а, и насчет того же Маунта Слича, можно узнать как-то систему его распределения? ну, я вот, например, был в гильдии, в которой, в которой распределяли по решению РЛ, либо РЛ кидает его на ролл, если хочет, если хочет, отдает просто кому-то, кому он хочет, но опять же, если РЛ, допустим, смог проррелить этого леча, то, я думаю, такой РЛ, который смог проррелить, он, наверное, что-то понимает в людях, которым он отдает, эту шмотку, вот, например, как получилось, чулан, который ты говоришь, будет вот этот, за который... Я не знаю, он меня просто вот мега вымораживает, и я извиняюсь, что это говорю, но прям, извини, что перемел, продолжай. Вам надо просто вместе пообщаться, нормальный человек, он просто, видать, много работы, устал. Устал? Не играй. Тебе легко сказать, а без него, в рейдах тяжеловато, у нас силы нету. Ну, сейчас, конечно, он не в силе, потому что вчера у него пукан сгорел, неизвестно, сколько это будет продолжаться. Да и что это все вадо, это дает то же самое, что дает ШП, и что дает ИЛМ. У нас есть ИЛМ, есть ШП. А ИДР АБР? Ну, вот то, что у вас нет рестурбруидов, ИБР, это да. Я просто, сложно привыкнуть, я только недавно сюда вернулся, дает играл на Пуфлай, привыкла, то что АБР есть у каждого пятого. Вот и получается, что он релил лича, он конкретно все озвучивал, потому что у меня жопа сгорела, там на одного Челико, который в Дискорд не заходил, чумой две не вынес подряд. Вот, он релил лича, но и релил был на мастере, который вот кресты не вкачал, а Чулан на релил озвучивал, но они вместе как бы озвучивали. Первого лича они убили, второго я за релил. В первом личе кинули на ролл, он сказал, пять человек назвал, и эти пять человек кинули ролл. Меня там, Турбо, и еще несколько человек. Турбо выиграл по роллу маунту первого. Я второго себе просто забрал. Просто скажу, то, что рел, это ваш выбор. Вы можете не релить. Никто не заставляет. Это, конечно, да. Это круто. Но такого я тоже не понимаю. Как маунт распределяется в джоках? Его могут ролить все ветераны гильди. Но ветеран получает, вне, это звание получает тот, кто наберет конкретное количество ЕП. Точка. Все. Его ролят все, кто имеет это звание, кто ходит в рейды и тому подобное. То есть, чтобы накопить это голого ЕП, ты должен ходить в рейды. Естественно, ты получаешь это звание, хотя у них сейчас там другие конченные звания, я просто там давно была, я не знаю, как это делать сейчас. Но в этот момент это было тогда. И без разницы, рел ты или не рел, все люди играют, все люди ходят в рейд и все помогают так же этому релу убивать этого лича. Вот так вот. Я еще одно скажу, такую вещь интересную. Не забывай, что с лича падает всего лишь один маунт, не 25. И чтобы 25 человек были радостны и счастливы на тех персах, на которых, допустим, мы сейчас в рейдах, это нужно 25 лечей. Это тоже не стоит забывать. По крайней мере, на данный момент я считаю, что человек 5 точно наберется тех, которым я падаю этого коня. Но, например, такой игрок, как ты, я тебе тоже коня отдам. Но не сказать, что вот прям у нас следующий КДР, но ближайшие 5 человек это точно. Ну, я просто сказала свою позицию, то, что мне не нравится такое распределение аута, то есть я считаю, что должно быть правило, которым нужно все следовать. Но когда человек говорит, я хочу дать тому, я хочу дать этому, я такой, вот, не понимаю, считаю это неправильным. Это мое мнение, вы можете считать по-другому. Вообще, тут уже почти рейт, и, наверное, дойти, ну, что-то этот золот АФК. Здесь немножко надо своими именами назвать вещи. Вот получается, что не тому, кому хочу, а тому, я отдаю, кто, по моему мнению, заслуживает больше в первую очередь это получить. Ну, а чем другие не заслуживают, если они так же его убивают? Все остальные, они должны прекрасно понимать, что маунт падает один. И, если начать ливать с гильдии, то это приведет к застопориванию процесса, прогресса, и маунты, как бы, могут и вообще, блядь, дальше не отдаваться. А здесь есть уверенность в том, что маунты будут по кд падать. Вот и все. Они рано или поздно будут все получать. И потом, я тебе скажу больше, через год их на вторых, на третьих персонажей начнут забирать. На данный момент будут забирать только по одному маунту. Вот у меня, допустим, четыре персонажа. Я не буду на тринков забирать. А это было бы слишком. Ну, чисто по-человечески, чтобы ты понимала, если бы я делал с вами по принципу, как ты описала, хочу, то я бы себе забрал. Но я этого не делаю, чисто потому, что у меня есть человеческое какое-то соображение и какие-то принципы, алгоритмы, по которым я это распределяю. Вот я просто опять сейчас читаю чат. А вот что делать людям, которые, например, в прошлом, а если я хил, и я тогда сорвала на себя трэш просто тем, что я хилю, мне что, написать, что если я соберу агро, вы меня хилю, больше не уберите? Ты понимаешь, насколько это абсурд? Вон варю рвут агро. Он не один рвет агро. Почему он думает, что он один, блядь? Я не могу, у меня опять жопа горит. Вот я не должна так говорить, не должна, но он не один. Другие люди тоже рвут агро. Почему он один себя так ведет? Успокойся. Блядь, я просто не могу. Вот тоже, вот этот турбос, он тоже постоянно рвет агро. Ему что, тоже менять спек или что-то такое? Мне надо пойти в этот голосовой канал, с ними поговорить немножко. Давай, если хочешь, потом еще пообщаемся. Хорошо.